Решительные меры по стабилизации осетино-ингушского конфликта предпринимает российское руководство. Поиск политического решения в этой ситуации будет долгим и трудным, но он больше не будет кровавым, считает Егор Гайдар, выехавший вчера во Владикавказ. Сегодня он побывал в Назране. Основная цель его приезда в район чрезвычайного положения – ознакомление с ситуацией и оказание помощи в обеспечении эффективной работы Временной администрации, как во Владикавказе, так и в Назране. Главой Временной администрации Северной Осетии со вчерашнего дня назначен Сергей Шахрай. Президиум Верховного Совета России обязал Временную администрацию в Северной Осетии и Ингушетии обеспечить там в полном объеме режим чрезвычайного положения. Соответствующее постановление принято вчера на закрытом заседании Президиума Верховного Совета. Временной администрации поручено обеспечить незамедлительный обмен заложниками без каких-либо условий под контролем МВД России. Принять меры по недопущению дальнейшего расширения зоны конфликта, по разоружению всех незаконных вооруженных формирований, содействовать возвращению беженцев из пригородного района. Генеральному прокурору поручено принять меры по расследованию причин вооруженного конфликта и привлечению к уголовной ответственности всех виновных в нем лиц. В связи с вводом российских войск в Ингушетию, чеченский парламент обвинил Россию в агрессии против Чечни. В принятом чеченским парламентом заявлении утверждается, что Сунженский и часть Молгобекского района никогда не входили в Ингушетию, а являются исконными чеченскими землями. Парламент Чечни потребовал немедленно вывести российские войска из этих районов. По данным ИТАРТАС, уже к утру появились симптомы того, что российские войска могут сегодня уйти из Сунженского района. Танковые подразделения отошли по автотрассе Ростов-Баку вглубь Ингушетии. Подразделением вооруженных сил Министерство безопасности Чечни приказано сохранять спокойствие и не дать втянуть себя в какие-либо стычки. По данным РИА, вчера в одностороннем порядке осетинами освобождены 200 ингушей-заложников, преимущественно женщины, старики и дети. По среднему Совета безопасности Северной Осетии обмен заложниками сегодня должен завершиться. На состоявшемся вчера закрытом заседании Президент Совета РФ принято постановление о дополнительных мерах по урегулированию конфликтной ситуации в Северо-Осетинской ССР и Ингушетской Республике. Северной Администрации, в частности, поручено обеспечить незамедлительный обмен заложниками без каких-либо условий под контролем МВД РФ, принять меры по недопущению дальнейшего расширения зоны конфликта, разоружению незаконных вооруженных формирований и содействовать возвращению беженцев, обеспечив их безопасность. Правительству РФ рекомендовано оказать финансовую и материально-техническую помощь населению пригородного района. Генеральному прокурору Министерству Безопасности и Министерству Внутренних Дел поручено расследовать причины возникновения вооруженного конфликта и привлечь к уголовной ответственности всех виновных лиц. Контроль за исполнением постановления возложен на завестителя председателя Верховного Совета Российской Федерации Ярова. Постепенно Осетия отправляется от шутка, главная мысль волнующая людей, гарантия от повторения подобного кошмара. Большие надежды в связи с этим повозлагаются на бедусловном выполнении указа председателя о чрезвычайном положении на территориях кадра Осетии, так и Ингушетии. Другим фактором стабилизации является идущий обмен заложниками. Сегодня Осетия вернула 1180 инга и получила 422 заложника. Ожидают обмена еще около 200 российских и около 140 заложников в этом душе. Поселок Южный пригородного района Владикавказа освобождено, но переделки здесь случаются ежедневно. Нанесен большой ущерб народному хозяйству, погрушенный и разграбленный практически все предпринятия поселка. Трагедия Южного, отражение трагедии каждого населенного пункта пригородного района Осетии. Я по национальности украинка, живу здесь во Владикавказе с 15 лет, с 56 года. Все люди, с которыми мы делились хлебом, солью, вдруг подняли против нас оружие. Вот моя дочка с ночкой голая бежала до самого города. Еще сутки я искала, не знала, где она находится. Знаете, товарищи с центрального телевидения, вы здесь не жили среди многорационального народа. Живете там, вам живется спокойно. Прежде чем что передавать, надо приехать, посмотреть, убедиться самим, что здесь творится. По сообщению Интерфакса, в результате длившихся всю ночь со вторника на следу переговоров в столице Ингушетии на Зрани, российские войска начали отбегаться от ее границ с Чечной. Накануне Джохар Будаев обещал принять ответные меры, когда российские бронегруппы вошли в Сужинский и Молгобедский районы, где Чечня оспаривает линию границы. Прибывший во вторник в Северную Осетию глава российского правительства Егор Гайдар согласился с позицией чеченской стороны в этом вопросе. В самой Чечне с 0 часов 11 ноября по 9 декабря введено чрезвычайное положение. В Грозном комендантский час с 10 часов вечера до 6 часов утра. Усилен контроль за въездом и выездом с территории республики. В средствах массовой информации введена предварительная цензура. Пока указа о мобилизации нет, хотя структура военных формирований типа ополчения развернута, о чем сообщил президент Будаев. Кроме того, Чечня продолжает укреплять границы, сообщает Итат ТАСС. И никакой войны с Россией не будет у Чечни, как и у России с Чечной. Президент таких планов никогда не вынашивал цель для введения порядка, организационного порядка в этом регионе. Никто, никому, никаким политическим лидерам никто не давал право разжигать межнациональные конфликты, которые заканчиваются кровью. Поэтому на территории России решение президента и, собственно говоря, Советом Безопасности с истощайшими мерами навести конституционный порядок, смотреть, чтобы данные и подобные ситуации никогда были на территории России и не повторялись. Отставка Хижи, Старовойтовый, это начало реорганизации кабинета? Ну, вы понимаете, здесь все-таки, ну почему обставка? Хижа работает просто в следующий раз. Для некоторых будет наука. Что надо говорить и как надо представлять президента? В том же интервью Александр Ручкой заметил, что в решении межнациональных проблем было упущено много времени и сложилось неправильное отношение к комитету по национальной политике. Сейчас, по его мнению, на должность главы комитета назначен опытный юрист Сергей Шахрай, который сможет улучшить дела в работе этой организации. Как выяснилось, Сергей Шахрай, председатель Госкомитета по национальной политике, сегодня принимает участие в работе Конституционного суда, а вылететь в Володь Кавказ предполагает завтра. Здесь, в том числе, 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 в том числе Здесь есть помощь. На моих ситуациях вы должны побывать, что surrounds your community foarte интересным. При обесп recreе ILБУⅫ Если окуньте нуية, то делаете прекрасно implantацию.. Да, наличие Türkiye Ваним. Горо гранит по毛овалям был номент. Кто замечал как среди loans с этих соорудов. Господин, для хорошие of態 apologize. Там вы же спрашиваете на авиаус тебя. Ностативный батон. Но в том, как Court Care Цуждается... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Дима Торзок